Всем привет, я Димас. Сегодня будем готовить для вас такую какую-то штуку замечательную. По-разному называют. Там картошка фри, пейс-пюре, кракены можно их назвать. Что-то с Нью-Йорки может связано. Ну где-то вот между вот этим такая штука интересная. Ну попробуем, что получится у нас. И что для этого нужно? Нужен вот картофель отварной. Мы вот тут уже отварили. Также мука будет присутствовать. У нас масло растительное для жарки. Сыр любой, в принципе, какой у вас есть. И у нас вот моцарелла тут. Вот такой лук добавлю, жареный. Кукурузный крахмал. Перец разный, дробленый. Ну куча специй. Базилик сухой. Паприка копченая, обычная. Соль. Чили. Всего по чуть-чуть. И для панировки, для нашей яйцо будет использоваться и панировочные сухари самые обычные. Если у вас есть необычные, будет еще вкуснее. Мы ускорились, уже картошку сварили и начнем ее помнем. Молока не добавляем, масла не добавляем, ничего. Просто нам нужен мятый картофель для этих штук. Ну, помяли наш картофель и перекладываем большую в гастроемку, чтобы нам было удобно все эти дела перемешивать картофельным. Так, приложили картофель наш и натрем сырок. Сыр потерли и перекладываем в картофель наш. Также добавляем ложку муки, надеюсь. Нам будет достаточно. Если что, добавим еще. Где-то полтора, ну, большую одну. Также крахмал добавим кукурузный. Ну, тоже где-то вот ложку одну большую. Если мало, будем мешать, добавим еще. Также я, когда варили, присолили, но я еще добавлю немножко соли, чтобы было попикантней. Также еще щепоточку паприки красной. Можете копченой добавить, какая вам больше нравится. Также чили. Смесь перечную добавим. Очень она ароматная, люблю ее. Везде добавляю. Из зелени получится, тут базилик только сухой. Можете добавить любую другую, какую вам больше нравится. Добавим еще лучка сухого, вот такого интересного. Даст свой аромат какой-то тоже. И все, аккуратно это перемешиваем. Сначала с помощью ложки или вилки, а потом руками замешиваем. Я чуть не забыл, руки-то у нас были чистые, если что. Вот, ну смесь получается такая довольно-таки липкая, так что еще муки добавим немножко. Еще где-то ложечку. И немножко крахмала. Полу ложечки. Все столовое. И продолжаем вымешивать наши сырные и картофельные шарики. Обзовем их так. Ну вот, смотрите, мы вымесили нашу штучку, такую колбаска такая получилась. И делим ее на ровные части. Можно неровные. Берем чуть муки. И продолжаем раскатывать еще в тоньше колбаски. Аккуратно, пальцами раздвигайте, чтобы она не порвалась. Вот такие колбаски, где-то диаметр может быть почти сантиметра получается. И берите, ну я не знаю, вилку, ложку. И делайте разные вот штуки вот такие. Ну и все, разделяйте вот так. Можно вилочку поменьше взять, чтобы было поинтереснее. И продолжайте в таком же ритме. Колбаски раскатали. И, например, вот так ложечкой придавили чуть-чуть. Допустим, вот так. Другой вариант. Просто порезать. И скатать шарики. Яйцо с сухарей панировочной. Разбиваем яичко. Берем и панируем просто все. Лизон. Муку не используем, так как там была мука. И в сухарик обваливаем. И выкладываемся. И панируем все так наши штуки. Хорошо, что я картошки больше не сварил. Да х** получается. Ну вот, друзья, мы часть запренировали. У нас сейчас она поместится как раз на сковородку. Масло у нас нагрелось и будем жарить. Кидаем какой фритюр. Масло нагрелось. Я убавил до среднего. Чтобы сильно у нас не кипело, не дымило. Ну, можно прибавить уже выше среднего. Ребята, получились такие штучки. Кракены, типа каких-то палочек, сырно-картофельных. Ну, непонятные разные формы. Ну, достаточно хорошо поджарилось. Прикольный. Запах обалденный. Куча специй. Будем пробовать, чтобы получилось. Ммм, горячий. Сыр присутствует, да, тянется. Нормальные вообще такие. Ничего. Можно сделать еще разные. Тоненькие. Решил сделать такие. Ну, прикольно, на самом деле. Смотрится чуть геморройно. Но все зависит от панировочки. Какая панировка. Если у вас панировка вкусная, то будет вообще волшебный сыр. Не сняйтесь, добавляйте. Только температуру чуть побольше. Чтобы он у вас не потек. Либо панировки получше. Как бы у меня не потек, он остался. Хорошо мешал его. Ну, крахмал, видимо, держал это все. Штука прикольная. На закуску точно пойдет. Такую штуку приготовили для вас. Пишите комментарии. Или делали вы такие, нет? Опять же, кому видео понравилось, подписывайтесь. Будем рады. С вами был Димас. Увидимся на канале. Оператор Антон тоже вам машет ручкой. Все, пока-пока.